Добрый вечер дорогие друзья в эфире большая игра и сегодня мы поговорим об Украине конечно прежде всего выборах президента Украины которые состоялись ровно неделю назад но не только в апреле 2016 года мне довелось провести такие телемарафон на основных телеканалах Украины громадские 112 5 канал обозреватель news one это было как раз то время когда в отставку ушел Арсений Яценек и пришел Гройсман после Майдана тогда прошло два года но тем не менее все говорили про реформы к тому времени Саакашвили уже почти год сидел в Одессе а Коломойский больше года не сидел в Днепре сегодня когда я знаю что было дальше понятно насколько были наивные тогдашние призывы к украинскому политическому классу модернизировать страну сейчас уже точно можно сказать Украина сумела себя защитить но не смогла измениться что дальше во многом на этот вопрос должен был ответить день выборов о том как прошел этот день и что будет дальше мы поговорим с Михаилом Кузакуни представителем партии народный рух Украины общественно-политическим деятелям из Одессы добрый вечер Михаил как прошли выборы в Одессе если исключить все административные механизмы которые были работы на действующего президента все административные возможности то сам процесс в принципе можно сказать что довольно чисто прошел по сравнению с нашими с нашим принятым форматом выборов а как бы вы объяснили феномен Зеленского это интересный феномен думаю что это связано с тем что украинский народ все-таки ну скажем так гражданское общество развивается растет эволюционирует и оно понимает общество понимает что формат власти который мы имеем он не соответствует желаемому качеству власти и запрос на другое качество власти поэтому люди просто проголосовали за хорошо узнаваемое лицо которое на самом деле скажем так вряд ли понятно то есть это не профессиональный политик это шоумен и как он будет предполагать очень сложно предположить ну насчет отсутствия политического опыта у Зеленского может быть это плюс учитывая какой опыт у лидеров нашего постсоветского пространства ну это если быть романтиками то наверное это плюс но в наших условиях все-таки у нас понимаете у нас на самом деле реалии не соответствует тому что написано в конституции у нас президентская власть самая сильная и по факту она контролирует практически все виды власти и и контролирует в принципе и парламент по большому счету поэтому ну управляется страна управляется администрация президента в ручном режиме на самом деле всем кто в этом хоть немножко разбираться в Украине это понятно то есть у нас не соответствует модель которая у нас действует в реалиях не соответствует модели управления страной которая прописана в конституции поэтому президентский пост на сегодняшний день по крайней мере остается самым тяжелым таким инструментом и самым весомым и политическим и внешнеполитическим и внутриполитическим и в том числе все ветви исполнительной власти особенно при Порошенко вот сейчас они очень четко выстроены все вертикали в его администрацию я не знаю это надо иметь очень большое количество людей понятных сориентированных на президентский пост я думаю что у Зеленского это близко нет здесь возможно хотя бы временно хотя бы на какой-то период для того чтобы выйти все-таки на парламентские выборы имея в реальную власть в руках ему будет Тимошенко наверное пригодилось то есть как слуге народа изменить весь политический класс Украины за один день не получится Украина это большая европейская страна сколько надо иметь знакомых и друзей тем более что в основном у него знакомые друзья это все-таки люди далеки от управленческих каких-то государственных скажем так возможностей и ну я себе славу представляю какие у него есть знакомые но это же не это же не кино правильно нельзя с 95 квартала взять всех этих артистов и в реальной жизни они начнут управлять с работой всех понимаем что это невозможно то есть в реалиях я сомневаюсь по крайней мере вот в одессе мы находимся если бы его здесь скажем так по работе его штабу по работе у тех людей которые он привлек здесь к работе в этих выборах ну скажем так нету там функционеров каких-то понятных новых людей то есть нету совершенно понимаете то есть пока кадровая политика это думаю у него там большой большой такой ноль понимаете как он эту задачу будет решать это очень сложная задача на самом деле я не знаю если сейчас вы знаете штаб Зеленского напоминает офис компании Google или Facebook так что не исключено что у него и получится но стоит ли списывать со счетов Петра Алексеевича нет конечно не стоит это сильно боец он у него большая при потере власти очень большая угроза существует ему его окружению его бизнесу конечно потому что большое количество людей разочарован очень сильно им и также большое количество людей конечно же хочет чтобы вот ответственность которую у него так и не возникло до сих пор да чтобы она возникла эта ответственность за те обещания которые он дал и не выполнил то есть народ жаждет на самом деле в определенной степени крови поэтому так все просто с Петром Алексеевичем и сдаваться если ну сдаваться он тоже не настроен судя по всему Одесса однозначно голосовала за Зеленского может ли что-нибудь измениться за оставшееся время ну вы знаете думаю что учитывая те обстоятельства которые сейчас по крайней мере есть думаю что нет но могут же возникнуть еще разные технологические какие-то вещи скажем так могут ну не знаю может 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 много чего еще произойти за эти три недели на самом деле которые повлияют на рейтинг конечно Зеленского это реально у нас такая будет жесткая борьба я думаю она будет только обостряться и ну я не исключаю каких-то провокативных вещей каких-то компрометирующих вещей все может быть и это повлияет большое спасибо за интересную беседу всего доброго действительно несмотря на то что до второго тура в Украине осталось очень немного времени все может измениться и история с дебатами стадионом и анализами лишнее тому подтверждение а сейчас обещанный взгляд из Грузии у нас в студии бывший посол Грузии в Украине и генеральный секретарь организации за демократию и экономическое развитие Грузии Украина Азербайджан Молдова Гуам Валерий Чичелашвили добрый вечер Валерий состоялся первый тур выборов в Украине в родной для вас стране почти родной скажем так и как бы вы оценили то что произошло в Украине с одной стороны это было ожидаемо с другой стороны это было как бы и неожиданно да ну спасибо за приглашение на передачу действительно Украина это для меня родная страна не только для меня для большинства грузин если не для всех поэтому все что происходит в Украине важно и для нас ну до до того как мы начнем анализ собственно выборов надо сказать что первое что очень важно выборы в Украине состоялись отзывы очень хорошие что эти были свободные конкурентные выборы хотя не без огрехов естественно но тем не менее Украина еще раз доказала что это демократия в отличие от России где выборов практически нет а просто происходит там оформление одного и того же кандидата в течение последних 20 лет с небольшой вариацией медведовского периода которое было то же самое в принципе что и остальное а здесь значит интрига была в первом туре она еще сохраняется хотя во многом результаты первого тура я соглашусь они были ожидаемые но в то же время содержает содержит элемент сюрприза потому что наверное никто не ожидал раз что Владимир Зеленский победит с таким отрывом двойным практически отрывом от действующего президента Порошенко и два что он победит практически повсеместно в Украине за исключительно ну из 25 избирательных округов он проиграл только только пять два Порошенко один Тимошенко два Бойко значит на на западе так сказать три на на востоке два в принципе в принципе значит центр запад север юг особенно и восток в массе своей проголосовали за Зеленского поддержали украина стала единой да но это не первый не первый раз произошло прошлом на прошлых выборах точно также объединил украину украину президент Порошенко который вообще в первом туре победил с 54 процентами голосов если мне память не изменяет вот но видите какая драматическая какой-то таки после революционная ситуация уже знаем с вами что такое после революционная выбор да 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 правильно но одно дело когда все-таки вопрос в количестве на все таки 54 15 39 процентов падения я бы я бы я бы еще это мог объяснить если бы например Порошенко провел какие-то радикальные очень болезненные реформы восстановил этими реформами против себя там бюрократию и так далее это бы отразилось но мы же этого собственно не наблюдали да может быть это объясняется тем что именно не привел нет другой стороны может быть это разочарованием конечно объясняется разочарованием значит понятно что понятно из этого этого первого тура что Ye Melt teaser золото украину значит это было разочарование значит всеми системными политиками и люди проголосовали за за перемены за перемены эти перемены люди ассоциируют с Владимиром Зеленским. Как молодым политиком, который вырос практически в условиях свободной Украины, мыслит по-другому, более нестандартно, он более контактный, для него можно дотянуться, в отличие от других политических, так сказать, лидеров Украины, которые сидят где-то на Олимпе, и до них очень трудно достучаться, дойти до них. Ну вот раз мы сначала, давайте закончим действующим президентом Украины, значит, вот все-таки две области, в которые он выиграл, это Львов и это Тернополь. Зеленскому еще не удалось победить в Ивано-Франковске, ну Донецк и Луганск там, понятно, там, хотя тут уже интересно, будет интересно с вами поговорить об этом, но сначала про Порошенко. Как вы считаете, почему такой низкий результат у Зеленского, и почему именно вот эти две области поддержали? Даже Винница не поддержала Порошенко, а вот Львов и Тернополь поддержали. Ну сравнительно, да, сравнительно низкие показатели у Зеленского там. Ну во-первых, он же не мог победить везде повсеместно, начнем с этого. Никто не ожидал, что Зеленский выиграет во всех избирательных, и то, что он выиграл с 25, это уже в принципе сюрприз, потому что многие думали, например, что Киев, там Киевская область, там Центральная область, ну там двухпроцентный разрыв, но тем не менее Зеленский выиграл. Гораздо больше разрыв по Киевской области, да, но Хмельницкой ровно, так сказать, Закарпатская область, там Винницкая, как вы сказали, значит, Волынская область, Волынская область за Зеленского, да, это все, так сказать, но на этом фоне проиграть две, так сказать, две западные области, это, я думаю, что вполне, вполне нормально. Почему он проиграл? Может быть, логичнее сказать, почему он все остальные выиграл, чем те, которые... Почему он все остальные выиграл, мы об этом поговорим. Феномен Бойко и, скажем, Вилкула, кстати, если суммировать их проценты, они даже вместе опережают Тимошенко. Вот феномен русской Украины, так скажем. Они даже опережают, по-моему, Порошенко, если мне память не изменяет. Порошенко не знаю, не могу ничего сказать. Во всяком случае, это... А вот по поводу Тимошенко они точно опережают? Да, значит, Тимошенко они точно... Порошенко это 15 с хвостиком, значит, и Вилкула с Бойко тоже где-то около 15, чуть больше. За что голосовали избиратели Бойко и Вилкула? За... То есть какова мотивация их? Понятно же, что с Россией и Украиной находятся в состоянии войны. Это факт, и это факт. Причем в тех областях, где они голосовали, именно там эта война и идет. Какова их мотивация, почему? Ну, смотрите, значит, во-первых, очень важно, что 59 и 57 процентов Донецка, значит, избирателей Донецкой и Луганской области пришли на избирательные участки и проголосовали. Это означает, что Украина для них это родной дом, Украина это их государство, да. И то, что они поддержали Бойко в этом смысле, для меня это вторичные, вторичные компании. Главное, что они пришли и проголосовали. Надо еще понимать, что там же непростая ситуация, там линия фронта, надо переходить через эту линию. То есть это были очень мотивированные, да. Теперь, значит, Украина, в отличие от Грузии, да, в Грузии у нас, в принципе, сформировался общественный консенсус вокруг основных внешнеполитических задач, да, и целей. Это НАТО, европейская интеграция, НАТО и так далее. В Украине пока такого консенсуса, хотя там тоже повышается постоянно процент населения, который за членство в НАТО в Европейском Союзе, такого консенсуса нет. Там, так сказать, более разнятся, так сказать, оценки. И Восточная Украина, это очень хороший вопрос, да. Понятно, там война и так далее. Почему они проголосовали за Бойко и Вилкула, которые считаются пророссийскими кандидатами? Они проголосовали за Украину, как они себе ее представляют. Они проголосовали за Украину, для которой они считают, что лучше всего все равно договариваться с Россией. И для них это первичная, первая задача, которую они, так сказать, показывают на этих выборах. И, кстати, если говорить об этих 15%, это важные очень 15%, я думаю, что это не надо, так сказать, быть семипядей во лбу, чтобы предположить, что эти 15% с большой долей вероятности во втором туре отойдут Владимиру Зеленскому. Ну, если они вообще пойдут голосовать, они могут не пойти голосовать в силу того, что... Могут они пойти, но те из них, кто придет, проголосуют точно не за Порошенко. Тимошенко. Ну, она, в принципе, ненамного проиграла действующему президенту. Она была в полушаге, скажем так, от второго тура остановилась. Это все, это конец, скажем так, президентским амбициям или амбициям Тимошенко как первого лица. Или же у этого политика есть еще какие-то перспективы возглавить Украину. Ну, может, перейдут на парламентскую, когда-нибудь республику, и она будет премьер-министром. То есть, все-таки Тимошенко это политик старой формации, так? Насколько она еще будет бороться за власть? Ну, если мне память не изменяет, Юлия Владимировна сама говорила, что это ее последняя попытка большой политики. Даже она как-то вот такую фразу сказала, сколько можно биться головой об стенку. Что-то такое я слышал. Вот. Ну, по всей видимости, наверное, действительно, не только она, кстати. Не только она. Например, можете ли вы предположить, что, например, если он эти выборы все-таки проиграет, Порошенко, да, Петро, можете ли вы предположить, что на следующих президентских выборах он опять выставит свою кандидатуру? Ну, очень сильно сомневаюсь, но ровно так же, как и Гриценко. Точно так же, как и Ющенко, как и Ющенко, например, да, и Гриценко, может быть, и да. Да, поэтому я думаю, что через пять лет Украина вообще будет совершенно другим государством. Собственно, не только Украина, многие, многие остальные тоже. Я надеюсь, что и Грузия будет совершенно другим государством, да. Армения становится на глазах другим государством. Очень надеюсь, что когда-нибудь Россия станет другим государством, тоже более цивилизованным, где люди тоже смогут прийти и выбрать из двух, трех, четырех человек того, кто на самом деле отвечает их понятиям о том, кто должен быть президентом этой страны. Вот. Но многое будет зависеть, конечно, от того. Это только первая часть мармезонского балета, да. Вторая часть будет осенью, когда будут парламентские выборы. И вот на этих парламентских выборах, я думаю, что блок Юлии Тимошенко и блок Петра Порошенко, все-таки они постараются утвердить свои позиции, по крайней мере, в парламенте. Будет очень конкурентная борьба, я думаю. И в эту конкурентную борьбу включится, конечно, в случае, если Зеленский станет президентом, включится совершенно новая политическая сила. Да, кстати, партия Зеленского. Потому что, когда говорят о том, что на выборы в Раду у Зеленского нет политической силы, да политические силы формируются вот так, при условиях нынешней технологии. По поводу выборов, по поводу того, что наша страна изменится. Такая формула существует, что, в отличие Грузии от Украины, в Грузии есть достаточно развитые демократические институты, но мало демократии. В Украине неразвитые демократические институты, но демократии гораздо больше. Насколько вы бы согласились с этой формулой? Ну, несколько парадоксальное утверждение, но я думаю, что есть тут зерно правды. Я бы не сказал, что мало, меньше. У нас, то, что у нас институты гораздо лучше сформированы, это факт, да. К сожалению, это является причиной, одной из причин того, почему Порошенко сейчас отстал так драматически от Зеленского, что какие-то реформы были, конечно, проведены, да. Была патрульная полиция, некое подобие домов юстиции было, по нашему примеру, организовано в Украине. Что-то Георгий Вашадзе в этом активно участвовал. Да, Георгий Вашадзе в этом активно участвовал. Он, кстати, автор очень интересной системы электронных тендеров «Прозора», которая считается одним из больших успехов Украины. Организовано национальное коррупционное бюро Украины и так далее. Но, несмотря на эти, так сказать, очаговые реформы, такого всеоблимывающего, такого системного характера, как это было в Грузии в 2003-2006 годах, таких реформ проведено, к сожалению, не было. Результатом чего было разочарование людей и вот, так сказать, итоги голосования на первом туре. Кстати, мы не сказали, что ясно первый тур показал, что молодежь пошла активно голосовать. А мы сейчас это скажем, потому что мы как раз-таки подходим к феномену Зеленского, феномену, ну, так или иначе, антисистемного политика, можно так назвать. Внесистемного, я бы сказал. Или анти, не знаю. Может быть, даже и анти, вы знаете, потому что внесистемный, это который сбоку, а анти, это который может уничтожить против системы, может уничтожить системы. Кстати, это очень важный, вот я сейчас подумал, это очень важный момент. Зеленский внесистемный или антисистемный? Я думаю, больше он внесистемный. Он внесистемный, потому что ничего общего с этим политическим истеблишментом в принципе не имеет, с этой политической системой. Но он тоже самое антисистемный, потому что своей победой он практически разрушит ту систему политических связей, которая до сих пор была в Украине. Разрушит? Вопрос большой. Разрушит ли это? Своим, ну скажем так, хорошо. Если предположить, что Зеленский побеждает во втором туре, политическая система Украины уже будет не та 22 апреля, как она была 21. Это будет совершенно другая политическая система. И пойдут процессы, которые сейчас очень трудно прогнозировать, но я думаю, что пойдет очень активное формирование вокруг фигуры нового президента, новых политических сил. Вот мы упомянули молодежь, да? Значит, очень много талантливой, так сказать, хорошо образованной молодежи, которая хочет для своей страны европейского будущего, европейских стандартов, которые учились уже по-другому не только за рубежом, но и в Украине. И которые совершенно по-другому оценивают политические процессы и видят перспективы своей страны. В этом, кстати, очень похоже Грузия и Украина. Смотрите, Зеленский. Зеленский внесистемный не только по этому поводу. Вот я, например, ну, я не знаю, может быть, нужно будет хорошо, более глубоко изучить его программу, но я, например, не могу до конца понять, он правый, он левый, он какой, например, в этом плане. То есть, вот с одной стороны, вот эта внесистемность, с другой стороны, или уже это не работает, право и лево, это уже вчерашний день, это уже отжило, и сейчас нужны какие-то новые инновационные идеи, какое-то что-то новое. Ну, согласен, что еще контуры до конца непонятные, да, что, так сказать, какую идеологию он, Зеленский, будет проводить в жизни. Вот что же обещал он между первым и вторым туром, он обещал рассказать о своей команде, какую он видит команду и с кем он придет делать реформы в Украине. Вот, но в основном, какие проблемы в Украине сейчас? Основная проблема это бюрократия и коррупция, да, и меня все время нервирует вот это, так сказать, заявление «борьба с коррупцией». Я вообще не понимаю, это что-то, борьба. Надо устранять причины, которые порождают коррупцию, тогда ее не будет. А причиной коррупции является теневая экономика, которая в Украине в ужасающих порах. Я думаю, что где-то 50% экономики Украины в тени. Из чего я исхожу? Из того, что ВВП на душу населения в Грузии 4400 долларов, а в Украине 2600, но если вы приезжаете в Киев и сравниваете, так сказать, экономическую активность, так сказать, и видите, чувствуете, так сказать, экономический ритм, вы понимаете, что это не может быть в два раза хуже, чем в Тбилиси. Из этого я заключаю, что там огромная теневая экономика, а теневая экономика является источником коррупции. Теперь, что нужно сделать Делецкому прежде всего? Прежде всего, нужно сделать адекватную налоговую реформу, соответствующую администрированию. Упростить. Упростить и администрирование реформ для того, чтобы бизнес смог легально работать и получать, так сказать, легально прибыль. И тогда у него получать. Теперь это можно, так сказать, это является правым или левым или центризмом, это просто нормальная система функционирования экономики. Нет, ну налоги выше, налоги ниже. Вы знаете, да вообще-то, что нужно сделать с Делецком? Это прежде всего победить ему нужно. Да, во-первых, надо будет ему победить. И такой момент, я, честно говоря, наблюдал за выборами и в онлайне в Украине, и в телевидении показывали. Значит, офис Зеленского, он предвыборный, вот выборный штаб Зеленского, он напоминал какую-то офис компании Google или офис Facebook. Это тоже, форма тоже имеет значение. Но вот за этой формой, за этой формой, ну часто говорят, что стоит тот же человек, который его поддерживал, и который всегда его, его давний бизнес-партнер, это Игорь Валерьевич Коломойский. Коломойский, это уже там другие мысли возникают у людей. Насколько вы считаете, Зеленский насколько будет зависим от своих обязательств перед Коломойским? И есть ли у него обязательства перед Коломойским? Ну, смотрите, значит, что такое обязательство перед Коломойским? Да, по тексте этого вопроса слышно, что типа Коломойский дает деньги Зеленскому. Да, финансирует компанию. Финансирует компанию, да. Значит, у меня на это два ответа. Значит, первое, канал 1 плюс 1, который принадлежит Коломойскому, на котором, так сказать, Зеленский с кварталом 95, так сказать, выставляет передачи и так далее, и так далее. У меня вообще большой вопрос, кто больше от этого взаимодействия выигрывает? Владимир Бизнеса Коломойский, конечно. Да, потому что рейтинг канала 1 плюс 1, это прежде всего то, что делает на нем Зеленский. Я думаю, что от взаимоотношений Зеленский-Коломойский Игорь Валерьевич выигрывает в экономическом смысле не меньше, чем выигрывает, чем, так сказать, зарабатывает сам Зеленский. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, это самое, когда человек становится первым лицом в государстве, да, ситуация меняется. И мы знаем много примеров, когда говорили о том, что вот кто-то кого-то приводит к власти, а потом тот, кого приводят к власти, совершенно, так сказать, не обращает внимания и не слушает того, кто его якобы привел к власти. А Зеленский, значит, ну что, факты о чем говорят? Что это молодой, талантливый продюсер, который с нуля создал огромный медиахолдинг, который зарабатывает серьезные деньги и который платит большие налоги. И в связи с этим ни у кого никаких проблем в отношении Зеленского не возникало. Как, например, есть многие вопросы в отношении, так сказать, гораздо более крупных, всего спектра так называемых олигархов, да, по поводу их дел. Он не покупал нефтяные вышки, как Бойко, он, так сказать, не получал откаты за газовые схемы. Он, Зеленский, да, он, так сказать, занимается тем... В Кыргызстане, в Кыргызстане, как у Ферташа у него не было. Не было бизнесов и так далее. Хотя в этом ничего плохого нет, в Кыргызстане. Нет, я ничего об этом плохого не говорю, я говорю только о том, что большие вопросы возникают в связи с тем, кто насколько адекватно платит налоги, так сказать, и занимается легальным бизнесом и так далее. Вот, поэтому Зеленский, он отличный. Это вот это отличие, я думаю, да, вот это и привело людей на выбор и заставило их, потому что, понятное дело, что у него есть свои минусы, естественно. Недостаток опыта и так далее, и так далее. Хотя, тоже большой вопрос, да. Этот опыт, так сказать, введения этих коррупционных дел и схем и так далее, и умение, так сказать, раскладывать. Это минус или плюс? Это минус или плюс? Может быть, это и не нужно президенту Украине? Кстати, очень интересный момент, мне очень будет интересно посмотреть дебаты, я думаю, вам тоже дебаты, Порошенко, Зеленский, причем сам Порошенко его вызвал на дебаты. Мы как-то привыкли к тому, что у нас оппозиция вызывает, а власть говорит, где бы не хотим, а тут сам Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Но это его единственный шанс, это его единственный шанс, Порошенко, потому что разрыв очень большой, он должен предпринять какие-то драматические действия сейчас. Значит, разрыв очень большой, 3 миллиона голосов. Если мы говорим о том, что в большинстве своем голоса Бойко и Викула отойдут Зеленскому, это еще 15% голосов. Если говорить о том, что, условно говоря, голоса Тимошенко, Гриценко и Смешко поделятся пополам, что очень условно, конечно, то получается, что надо дефицит 6-7 миллионов голосов. Я думаю, что единственная возможность для Порошенко сейчас получить шанс во втором туре, это мобилизовать тот электорат, который не пришел на выборы. То есть, я думаю, что если явка будет такая же, как в первом туре, 63-64%, тогда неизбежна победа Зеленского с перевесом минимумом 8-10%. Вот если явка будет до 77-77, если удастся действующему президенту мотивировать тех людей, которые остались дома, прийти и проголосовать за него, убедить их в этом, то тогда у него появляется шанс. А самая хорошая возможность убедить их в этом, это прямые дебаты Зеленским, где понятно, что у него больше политического опыта, больше, так сказать, опыта взаимодействия на международной арене. У него есть что сказать, да, он укрепил армию. Украинская церковь получила, Томас, значит, стала независимой автокефальной. Да, у Порошенко есть аргументы, но по всем, все-таки, значит, ну я не буду оригинальным, если скажу, что, конечно, во втором туре гораздо больше шансов. Ну преимущество, на данный момент преимущество имеет Владимир Зеленский. Понятно, огромное спасибо за очень интересную беседу. Спасибо большое. Что ж, давайте подведем некоторые итоги. Украина проголосовала не по приколу. Те, кто голосовали за Зеленского, голосовали за перемены, за модернизацию страны, за то, что в принципе боролся Майдан. Революция достоинства. Получится ли у Зеленского изменить страну, никто не знает, даже он сам. Но тут уж как в фильме «Полет над гнездом кукушки». Помните тогда вождь говорит про героя Джека Николсона? Он хотя бы попробовал. Это раз. Мотивация тех, кто голосовал за действующего президента, тоже понятна. Да, Петр Алексеевич вряд ли способен изменить страну. Но он точно способен ее защитить. Получится ли у Зеленского защитить Украину? Вопрос открытый. Так, стоит ли рисковать, думаю, те, кто голосовал за Порошенко? Это два. Ну и последнее. Неделя, прошедшая после выборов. Неделя живой креативной борьбы идей. Черного пиара почти не видно. Пока, по крайней мере. Возможно, я чересчур оптимистичен. Но есть шанс, что украинские политики, как минимум двое из них, поняли. Поливание оппонента помоями неэффективно и даже вредно. Кто первым сорвется в пике, тот и проиграет. Это три. Картина маслом. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова